Александр Чумак, президент Ассоциации Частных Работодателей и Сергей Рабионышев, член Совета Ассоциации Частных Работодателей. Добрый день, друзья. Огромное спасибо за то, что вы пришли. Проект «Новые лица», я вкратце скажу, это проект, который реализуется при поддержке фонда, Европейского фонда демократии. Его главная цель – это помощь общественным активистам повысить свою узнаваемость в обществе и рассказать о тех инициативах, которые они реализуют. Ряд конференций, которые мы проводим с сегодняшнего дня, называются «Люди, изменившие Харьков». В этих пресс-конференциях выступят харьковские активисты, которые работают в разных направлениях для того, чтобы изменить Харьков к лучшему, и они делают это уже сейчас, без чьей-либо помощи. Сегодня мы расскажем о том, почему мы не платим за незаконную парковку. Я действительно могу заявить открыто, что я уже больше полугода не плачу за незаконную парковку. При этом за это время мне по приблизительным подсчетам удалось сэкономить 2000 гривен, которые не пошли зеленым человечком, а я абсолютно уверен, что эти деньги должны идти в городской бюджет. Я хочу быть уверен, что они туда поступают, именно в городской бюджет они разворовываются. Год назад у меня впервые возникло такое желание, когда меня уже достали окончательно, где бы я ни останавливался, подбегал человек в зеленой форме с какой-то интересной барсеткой и складывал туда деньги все, что собирает. То есть, извините, в 2015 году, в 2014 году это нонсенс. И побывав в мае в Голландии, я увидел, что сбор денег за парковку там абсолютно цивилизованный, без привлечения каких-то дополнительных человеческих ресурсов. Он происходит через сбор денег через паркоматы. И все парковки оборудованы паркоматами, там везде чисто, там есть разметка. И проблем с парковочными местами вообще нет. С марта месяца мы начали делать запросы публичной информации на адрес городского совета и соответствующих служб, для того, чтобы выяснить, почему у нас парковки не соответствуют нормам постановы Кабинета Министра, 1342. Мы получили несколько ответов. И если резюмировать совсем кратко, то оказывается, городской совет, в частности его исполком, обвиняет самих автомобилистов в том, что они не могут организовать, согласно постанове Кабинета Министров, парковочные места, потому что автомобилисты не сумли не плотники за парковки. То есть нас же обвинили в том, что парковки незаконные, что является уже само собой нонсенсом. Оказалось, что на сегодняшний день у нас существует несколько прокладок от оператора рынка, который должен распоряжаться парковками, до автомобилиста. Оператором рынка этого, по сути, является коммунальное предприятие Харьков Парксервис. Но Харьков Парксервис сдаёт в аренду парковочные места, некому ООО Парковка-12. В свою очередь, Парковка-12 сдаёт эти парковочные места разным ФОПам, при этом, что самое интересное, и нам ответили это в официальном ответе. Значит, то Парковка-12 передаёт этим ФОПам, парковщикам, ещё и людей, которые собирают деньги, и всё оборудование, которое размещается на парковках. То есть, нонсенс, понимаете? У нас бегают некие зелёные человечки, которые сданы в аренду. Непонятно, в какой структуре. То есть, это сами по себе ФОПы, которые собирают деньги. На чеке, если вы увидите, который вы получаете, там указано сразу три почему-то субъекта хозяйственного. Это КП «Муниципальная парковка», «Харьков Парк Сирис», «Паркин-12», да, и под конец ещё и ФОП, либо Кошель, либо Тарасенко. То есть, в принципе, на чеке такого быть не может. За что же мы платим, по сути? Мы должны платить, согласно постанове Кабинета Министров, за оборудование парковочных мест и содержание их в надлежащем состоянии. То есть, каждое парковочное место должно иметь разметку. Это голубая линия, показывающая границы парковки. Там обязательно должен быть установлен стационарный паркомат. Стационарный, никаких переносных кассовых аппаратов, кассы других и просто сбор денег в руки каким-то людям. Далее, часть парковочных мест должно отводиться для людей с ограниченными возможностями, то есть для инвалидов. Кроме этого, парковочные места должны содержаться в надлежащем состоянии. И самое главное, на парковочных местах не может размещаться никаких прихождающих для передвижения транспортных средств препятствий. Как-то у нас ставят скобы металлические, у нас ставят юнипаркеры, у нас ставят колпаки, перед тем самым перекрывая возможность проехать и поставить машину. Более того, наиболее часто препятствия движению наблюдаются как раз в час пик. Это с 8 до 9, когда люди выезжают на работу и хотят где-то припарковаться, и вот тут появляются зеленые человечки, которые массово собирают деньги. Еще один очень интересный нюанс. То в парковке 12, есть еще то в парковке 24, которые фактически берут в аренду эти парковочные места, они юридически зарегистрированы по месту нахождения коммунального предприятия Харьков Парксервис, то есть переулок Советский 1. Понимаете? Более того, они зарегистрированы в один день. И те компании, которые занимались этим дотугом, они назывались Паркин 12 и Паркин 24, они были ликвидированы в один день. То есть все говорит о системности данного процесса. Мы пытались посчитать, сколько же суммарно денег проходит через парковки. Поскольку это все производится фактически нелегально, непрозрачно, то посчитать эту сумму очень сложно, но тем не менее, буквально позавчера наши гроши прошли практически по нашему пути, и им удалось систематизировать о том, что у нас на сегодняшний день оказывается есть 6 тысяч парковочных мест почти, 5 тысяч 916 на 111 площадках. Сумма денег, которые поступают в городской бюджет со всех этих парковок составляет 4 миллиона гривен, что на самом деле является только небольшой частью того оборота, который проходит через парковки. По приблизительным подсчетам эта сумма может быть минимально собираемая, минимально в год 12 миллионов гривен. Причем минимальная. Сколько на самом деле собирается, пока неизвестно. подсчитать достаточно сложно. Если взять людей, которые работают на этих парковках, их статус вообще непонятен, потому что я пару раз пытался попросить этих людей, во-первых, предъявить договора, на основании которых они работают, во-вторых, предъявить информацию о распоряднике этих мест, то есть об операторе. Ни одной, ни второй информации у них нет. Кстати, информация об операторе тоже должна быть размещена на парковке. И возле парковки обязательно должен стоять знак парковки. Если посчитать приблизительно, что на 111 площадках у нас работает где-то 150 человек, и взять там какую-то среднюю, невысокую зарплату, то оборот только денег на зарплату в год составляет где-то около 6 миллионов. И непонятно, платятся ли с этих доходов зарплаты в официальные налоги на зарплату. То есть все это, скорее всего, происходит нелегально, без уплаты налогов. Таким образом, бюджет теряет огромное количество денег. Каким образом мы можем побороться с этой ситуацией? На самом деле, даже без изменения решений горсовета, каждый автомобилист, каждый харьковчанин уже может сделать свою лепту. Мы говорим официально, что мы не платим за незаконную парковку. Мы имеем все основания это делать. Более того, мы взяли за основу памятку, которая была разработана в Одессе, ее немножко подкорректировали, и мы готовы эту памятку раздавать всем автомобилистам, для того, чтобы объяснить, насколько законны требования зеленых человечков, и почему мы не платим за незаконную парковку. То есть, необходимо эти структуры принудительно загонять в правовое поле, для того, чтобы, наконец-то, эти деньги поступали в бюджет, чтобы это все было легально, оборудовано, чтобы парковки выглядели по-европейски. Слово передаю Сергею Бобенышеву, который тоже участник движения в городе Харьков, автомобилист, его взгляд на данную проблему. Думаю, ты уже сейчас все расскажешь, все, что только можно. Значит, задача инициативы, основная задача на данный момент, это бороться с незаконностью оплаты, с получением зелеными человечками этих денег. То есть, мы не понимаем, во-первых, куда эти деньги идут, и не понимаем, куда они тратятся в итоге. То есть, дороги, по замечаниям автомобилистов, только ухудшаются. Сделаем центральные дороги, места, скажем так, внутри домовые, они не оборудованы для проезда автомобилей вообще. Ассоциация на правую. Ассоциация. Да. В общем, мы призываем автомобилистов бороться с незаконностью парковок это раз. Если вас, скажем так, заставляют оплатить парковку, вы можете законным путем этого не делать. Для этого вы можете как минимум мы будем раздавать памятки. То есть, мы призываем подключиться к данному движению. У нас много людей, которые сталкиваются с парковщиками. Мы разработали памятку, которая позволяет разобраться в данной проблеме. Эту памятку каждый автомобилист сможет распечатать и раздавать самим парковщикам. Там обоснованно, почему мы не платим за парковку. Второе. Важным моментом является угроза со стороны парковщиков, если вы не оплатите, не выпустить ваш автомобиль, либо, не дай бог, его повредить. Это является нарушением закона вплоть до уголовного. Мы разработали специально для таких случаев звернение в полицию для заяву про злочин. Каждый автомобилист может ее распечатать, возить с собой бардачки. Если вам угрожают парковщики на стоянках, вы можете смело набирать 102, вызывать новых полицейских, вручать им заяву про злочин, которую вы заполните предварительно, укажите время, место, фамилию, имя, отчество, чтобы с данными угрозами полиция разбиралась. Эту ситуацию необходимо на сегодняшний день менять. Она ненормальная. И только мы можем это сделать. От нас это все зависит. Задача все-таки, чтобы у нас деньги собирались не наличкой в карман, непонятно кому, а с нашей задачей, чтобы мы эти деньги платили официально. Чтобы были парковки оборудованы паркоматами, с возможностью оплаты карточкой, с возможностью оплаты наличными средствами. Одним из активистов Харьковских Денисом Журавлем это главный Харьковского автоклуба, он юрист автоклуба. С ним недавно связывался как раз директор этого коммунального предприятия Мандриков Дмитрий с... Дмитрий переживает за свои парковки, соответственно, за свой бизнес и рассказывает, почему они не могут в данный момент установить паркоматы для сбора средств. Рассказывают такие глупые причины и серии того, что у нас много вандалов, эти автоматы поломаются, при этом на предложение установить хотя бы один-два паркомата в центре города, максимально открещиваются и говорят, что город не готов. Нас загоняют как автомобилистов в неправовое поле, заставляют нас платить эти деньги непонятно куда. И когда, допустим, я как законопослушный гражданин не оплачиваю парковку, у меня такое ощущение, что какое-то чувство вины появляется за то, что я этим людям отказываю. Хотя по закону я с удовольствием буду платить, если будет паркомат, и это нормально. Я думаю, что большинство водителей меня поддержат в этом вопросе. Я в Харькове нигде паркоматов не встречал пока что, хотя говорят, где-то уже есть пару штук. Как-то мне не повезло, не попадалось. Тем не менее, например, в Киеве паркоматы стоят, и абсолютно нету никаких проблем. Вандалов пока там не обнаружено. Они нормально работают, там можно оплатить за парковку, получить либо чек фискальный, либо парковочный талон. Это два документа, подтверждающих о том, что вы заплатили за парковку. Требования заплатить за парковку со стороны нынешних наших парковщиков являются незаконными и подпадают под статью 189 Уголовного кодекса. Это вымогательство, что фактически является нарушением закона. Кроме этого, если вы не платите за парковку, вас не выпускают, вы имеете полное право потребовать у парковщика составить акт от имени оператора, о том, что вы не уплачиваете парковку. При этом он таково сделать не может, потому что он не является представителем оператора. И пускай он препятствует дальше, но он не имеет права не выпустить машину с парковки. Вы имеете право отказаться на законах основаниям от уплаты за парковку. Если она осуществляется не через паркомат, либо не банковской картой. Банковской картой тоже можно оплатить парковку. У нас буквально месяца полтора назад на Южном вокзале, если вы знаете оборудованные парковки, якобы шлагбаумом, и один из активистов харьковских, зная, что съем денег незаконный, он решил не платить. При выезде ему преградили путь, сказали, оплачивая парковку, он говорит, согласно закону я не обязан, и в итоге он вызвал милицию на тот момент еще. Милиция заявление приняла, то есть чем на данный момент это закончилось, скорее всего ничем, но человек уехал не оплатив, и мы призываем также всех автомобилистов поддержать эту инициативу, не платить на незаконных парковках. Заявление, которое подготовила ассоциация, думаю, что они скоро появятся в свободном доступе, их можно будет просто распечатать, возить их с собой, в случае, если вам подходит парковщик просто с просьбой оплатить за парковку, хотя они должны собирать деньги за обслуживание парковок, вы можете просто вызывать полицию, будет дана инструкция, как это сделать, и полиция новая, скорее всего, очень быстро разберется, все-таки в получателях выгоды этой всей организации, и благодаря совместным усилиям, я думаю, мы эту коррупционную схему очень быстро поломаем. Задавайте вопросы. Еще небольшой вопрос по поводу паркоматов, есть ли видение в какую-то сумму вылезть оборудование парковок, если все-таки город на это пойдет, какая возможно будет экономия? Вы говорили, что 12 миллионов должен получать город от парковок, в плане оборудования какая сумма понадобится или может понадобиться на оборудование паркоматов в инструкции? Честно говоря, мы не считали пока еще хороший вопрос, спасибо, мы, наверное, и этот вопрос поднимем и просчитаем, сколько же стоят паркоматы. При этом, как минимум, поступление в бюджет увеличится до 10 миллионов, это как минимум. на самом деле я видел разные расчеты, потому что достоверно невозможно просчитать. Кроме этого, есть еще один маленький нюанс. Город вывел официально 20% парковок под места для инвалидов, которые не оплачиваются. При этом, если вы приедете на парковку, вас парковщик абсолютно нормально поставит на места для инвалидов. Так вот, вот эти 20% выведенных парковок под места для инвалидов, это еще не до поступления в бюджет около 9 миллионов в год. За них не платят просто налоги. То есть фактически на самом деле сумма, которая собирается на парковках, колеблется от 15 до 25 миллионов приблизительно. Это те деньги, которые могли поступить в бюджет. Естественно, установка паркоматов она не может быть настолько существенной для того, чтобы повлиять на бюджет города. на самом деле при установке паркоматов город даже выиграет. Более того, при установке паркоматов, если будет абсолютно открытый тендер, в этом тендере могут участвовать представители малого и среднего бизнеса, в том числе те, кто может эти паркоматы изготовить в городе Харькове. У нас много бизнесов, которые доступно могут изготовить такие паркоматы, которые будут доступны по цене и которые будут фактически местного производства. Для этого необходимо действительно этот процесс ввести в правовое русло, наконец-то оборудовать паркоматами и чтобы эти деньги поступали напрямую в бюджет. Можешь рассказать еще по поводу как должно быть парковочные места оборудовано? Да, парковочные места, еще раз я остановлюсь, как должны быть оборудованы парковочные места. Парковочные места должны, еще раз уточню, для всех автомобилистов, они должны иметь разметку. Это голубая полоса, которая отделяет зону парковки. Сама парковка должна разбита быть на парковочные места. То есть, сколько парковочных мест стоит. Далее, там не может быть никаких препятствий для заезда автомобилей, кроме шлагбаумов на парковку, которая отгорожена. Далее, там обязательно должен стоять знак парковки. Обычный стандартный знак парковки, что это платная парковка. Дальше, там должны быть еще раз парковочные автоматы и автоматические выездные и выездные терминалы на площадках для платной парковки. Все они должны быть стационарные. То есть, если вы заезжаете на парковку со шлагбаумом и она отгорожена, там должно быть автоматическое принятие платы. То есть, автомат, через который вы быстро платите купюрой либо картой. И очень важный момент, это размещение информации об операторе на самой парковке. То есть, кто обслуживает эту парковку, там должны быть контактные данные, телефон, адрес их расположения. Вот. Еще очень важный момент, операторы, согласно постанове Кабинета Министров, не имеют права передавать площадки для парковки другим хозяйствующим субъектом. Это должно быть, оператором может быть только коммунальное предприятие. Харьков парксируется, правильно? Никаких ООО, никаких ФОПов. То есть, это запрещено. Вы мне вопрос, вы сказали, что разработана памятка для ванильей. Да. Где можно скачать? Памятка уже есть у нас, мы ее дадим далее. наверное, широкой публике. Широкой публике, да. Мы дадим пресс-релиз Харьковский гражданский форум, Харьковский кризисный инфоцентр. Я думаю, они прикрепят эту памятку, она будет доступна к скачиванию. Далее, для того, чтобы подключить людей-активистов, потому что в Харькове много людей, которые готовы подключиться к данному вопросу, мы, наверное, в Фейсбуке создали группу, и там будем выкладывать все документы. Это будет и заявление про злочин, там будет памятка, там будут другие документы, в том числе ссылки на статьи административного кодекса, которые нарушаются парковщиками, когда вы входите с ними в контакт. И другие рекомендации, даже рекомендации, каким образом вы будете общаться с парковщиком, для того, чтобы не портить себе нервы и не... Да. Лучше с ними вообще не общаться. Да, лучше с ними вообще не общаться. Сколько человек припрыгнуло в вашей инициативе уже? Вы двое не платите за парковку еще-то 30? Вы знаете, я в Фейсбуке периодически встретил... Да, вот в зале уже три уже есть человека. Я в Фейсбуке уже четыре. Вот уже четыре. Я в Фейсбуке периодически читаю тоже посты ребят, которые давно не платят. Не помню фамилию человека. Есть человек, который с момента принятия постановки кабинета министр не платит за парковку. То есть это четыре года. Постанова принята в 2011 году. Поэтому есть активисты, пока что они разрознены, но мы считаем, что мы можем повлиять на данную проблему реально. Для этого нужно подключить всех других автомобилистов, потому что это ненормально, что в большом городе, который имеет третий бюджет в Украине после города Киева Днепропетровской области, эта статья доходов фактически не является статьей доходов бюджета. То есть деньги уплывают в другие карманы и все это происходит нелегально. Более того, лично меня очень сильно удручает тот момент, что в этой схеме задействованы физически особо предпринимательства на упрощенной системе налогообложения. И это фактически является основанием для обвинения упрощенцев в том, что они ведут незаконную деятельность. А это фактически очень сильно влияет на репутацию. Поэтому лично моя цель в том числе это и то, чтобы сделать этот бизнес ну это не бизнес, это должно быть легально проходить через коммунальное предприятие. в этой схеме не должны незаконно использоваться частные предприниматели. Спасибо вам большое. Спасибо.